МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я немного волнуюсь. Эта родинка давно вызывала у меня беспокойство. Чуть больше года назад ее форма стала меняться. Края посветлели и стали неровными. Обо всем этом я рассказала врачам госпиталя, дерматологу Карине Чернышовой и хирургу-онкологу Ане Денисовой. Решение единогласное. Новообразование должно быть удалено. Здесь будет проходить? Это наша перевязочная. Собственно, здесь мы и будем удалять вам ваше новообразование. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы вот в общем-то перевязочная, да? Где все это будет происходить? Вообще долго или процедура? Процедура будет продолжаться в районе 10 минут, не более. Позвольте представить вам часть нашего коллектива, которая здесь присутствует. Ну, наш дерматолог Карина Юрьевна, мы уже знакомы. Это наш временно исполняющий обязанности, начальник отделения, кандидат медицинских наук Мамедов Фуат Фикретович. И наша бессменная перевязочная медсестра Зинаида Петровна Кузнецова. Вот уже 38 лет она служит на благо нашего госпиталя. Очень приятно познакомиться. С чего мы начинаем? На данный момент мы попросим вас раздеться и оставить ваши вещи вот там на стуле. А потом вы проходите сюда, мы вас укладываем на кушетку. Коротко поясню, что удаляется ваше новообразование под местной анестезией. И любое новообразование, которое удаляет пациент под местной анестезией, перед этим должны всегда уточнить, есть ли у него в анамнезе аллергия, на какие-то препараты. У вас есть аллергия, Мария? Аллергии на обезболивающие препараты нет. Все готово к операции. Она хоть и небольшая, но подход серьезный. Прежде чем хирург берется за скальпель, врач-дерматолог еще раз делает осмотр новообразования, но уже с использованием специального оборудования. При дерматоскопическом методе здесь можно увидеть сетчатость, неравномерность окраски, без пигментной структуры. В центре также имеются сосуды единичные и незначительная вуаль, но в целом атипии какой-то не наблюдается. И это пока только предварительное заключение врача-дерматолога. После сечения новообразования будет отправлено на гистологию, и уже тогда специалисты смогут точно установить, является ли невус злокачественным или все-таки нет. Сейчас мы наложили Марии швы, можем отпустить вас домой, и будем ждать гистологическое исследование. Я хочу сказать, что действительно процедура была безболезненной. Все прошло очень быстро. Я приехала в свой обеденный перерыв и готова снова приступить к работе. Конечно же, буду с нетерпением ждать заключения врачей. Мне очень хочется верить, что это новообразование кажется доброкачественным. Нам тоже очень приятно было видеть вас здесь у нас. И надеемся, что ваш пример послужит другим зрителям и покажет, что нужно действительно бережно относиться к своему здоровью и следить за состоянием своей кожи. Операция длилась недолго, буквально 10 минут, и новообразование удалено. Специалисты рекомендуют внимательно относиться ко всем родинкам на теле, ежегодно проходить осмотр у дерматолога и при первых тревожных звоночках обращаться за помощью к специалистам. Татьяна Ивановна не придала особого значения родинке, которая полгода назад появилась у нее на пояснице и начала расти. Домашние хлопоты и заботы о внуках не оставляли времени на себя. Муж настоял на том, чтобы она все-таки обратилась к врачам. Диагноз – меланома. И 6 месяцев упущенного времени. Нужно вовремя идти к врачам. Вот. В свое время. А может быть, если бы я раньше обратилась, может быть, было бы проще, легче. Потому что клетки в гистологии, там клетки какие-то нашли. Не какие-то, а то, что это меланома закачественная, это ясно. Единственное, теперь надежда на то, что в другие органы это ничего не стрельного. И все радикально удалили мне эту опухоль. Меланома – серьезное заболевание. Успех лечения зависит от многих факторов. Но один из самых главных – это время. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok